КОНЕЦ Почему? Потому что мы нашли нужную дверь туда. Мы праведны из-за Его жертвенности. Мы выбрали истинную жизнь, потому что Он воскрес из мертвых. Его зовут Иисус из Назарета. Он Христос, наш Господь и наш Царь. Нас ничто не остановит. Как же здорово быть с вами снова. Поздравляю вас. Вот мы и вступили в Новый год. Мы пережили всю суету и хлопоты рождественской поры. Это просто замечательно. Мне кажется, что в такие моменты мы всегда чувствуем облегчение. Мы можем убрать все коробки, перевернуть листок нового календаря и начать жизнь заново. А заодно по-новому посмотреть на Бога. Это великая возможность. В начале Нового года я всегда пребываю в крайнем возбуждении. В это время у меня всегда предчувствие, что Бог приготовил для нас что-то новое. Я уверен, что вы чувствуете тоже. Сегодня тема моей проповеди довольно проста. Мы поговорим об Иисусе и о том, что Он сказал. Хочу отметить, что Он говорил просто замечательные слова. Иногда они кажутся нам странными, иногда удивительными. Я верю, что в начале этого года Бог подготовил для нас с вами просто замечательные новости. Я молюсь о том, чтобы этот год стал для нас самым важным годом в нашей жизни и о том, чтобы Божий мир, Божья надежда, Божья забота и Его благодать заполнили собой наши жизни. Я бы хотел начать с шестой главы Евангелия от Марка. В центре повествования в этой главе находятся Иисус и Его ученики. Иисус все еще набирает к себе учеников. И отрывок, который прочитаю, посвящен именно нам. «И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Итак, ученики Христа пришли к Иисусу. Они целый день проповедовали большой толпе. Там было много людей. Все происходило в пустынном месте. Ученики занимались тем, что помогали людям приблизиться ко Христу. Они говорили с ними и выясняли, что им было нужно. Они занимались этими людьми весь день, и вот в конце дня они подошли к Иисусу и сказали, «Послушай, люди очень устали. Они хотят есть, так что отпусти их». Я не сомневаюсь, что все так и было. Но у меня есть подозрение, что устали и проголодались не только эти люди. Кого я сейчас имею в виду? Разумеется, учеников Иисуса. Но они не хотят подходить к Иисусу и говорить, «Мы устали от этих людей, отпусти их». Наверняка они очень устали. Это был хороший день, но они устали, и теперь они говорят Христу, «Отпусти этих людей». И вот что Иисус отвечает им, «Вы дайте им есть». Ученики с удивлением посмотрели на Него и сказали, что Иисус уже все спланировал, но не рассказал обо всех деталях своего плана своим ученикам. Они весь день занимались этими людьми. Вы наверняка знаете, каково бывает, когда целый день работаешь с людьми. Вы устаете эмоционально, и последний человек просто выводит вас из себя. Это лишь мои домыслы. Может быть, с учениками Христа все было не так, но они подошли к Иисусу и сказали, «Хватит на сегодня». Он сказал, «Дайте им есть», и они удивились. «Что?» «Дайте им есть». Ученики могли ответить Ему, чтобы накормить их всех, нам придется работать 8 месяцев, а мы и так уже устали от этих людей. Ты знаешь, в какую сумму это обойдется? Но я повторяю вам, Иисус знал, что делал, но Он не целиком посвятил Своих учеников свои планы. Поэтому они об этом не знали. Еда тут не главное. Куда важнее посмотреть на реакцию учеников. Он спросил их, «Посмотрите, сколько у вас еды?» Они ответили, «Совсем немного». И тогда Он сказал им, «Скажите, пусть сядут рядами». Ну да, конечно же, так им сразу расхочется есть. Они сядут, и голод тот же пройдет. Но Иисус продолжал и сказал, «Принесите все, что у вас есть, и Я благословлю это». Я не знаю, когда именно произошло это чудо. Всех подробностей этого события в Евангелии не зафиксировано. Хочу сказать одну очень важную вещь. Не знаю, о чем Иисус молился над едой, когда хлеба в коробках стало больше. Они знали, что это только начало. Не знаю, становилось ли его меньше, когда они начали его разламывать. Мы этого никогда не узнаем. Но мы знаем, что благодаря этому чуду люди смогли насытить свой голод, потому что после этого события они унесли 12 полных коробов остатков. Но я хотел бы подчеркнуть, что целью этого чуда было не насыщение людей. Целью было воодушевление учеников. Дайте им есть. Что? Мы должны сделать? Ты шутишь? Нам потребуется много времени, денег и усилий, чтобы это сделать. Как нам накормить тысячи людей одним куском хлеба? Но я в очередной раз повторяю вам, что Иисус проверяет своих учеников. Я не хочу вас обижать, а лишь хочу вас чему-то научить. Иисус тоже пытался чему-то научить своих учеников. Он знал, на что он способен. Это они не понимали этого. Я много раз читал эту историю и знаю, что я бы точно поступил по-другому, если бы возглавлял учеников и умел творить чудеса. Допустим, все 12 моих учеников весь день помогали мне, мы измождены, устали. Это конец дня, и вы устали от людей. И тут я ошарашиваю вас предложением дать им поесть. Я бы все сделал не так. Я бы сказал, эй, ребята, идите-ка все сюда. Нам нужно накормить всех этих людей. Я знаю, что у нас не очень много еды, но доверьтесь мне, я достану для них еду. Если вы принесете все, что у нас есть, я приумножу это, и вы увидите нечто необыкновенное. Я оправдал бы ваше ожидание, и это не принесло бы вам никакого стресса. Поскольку мне кажется, что когда Иисус посмотрел на своих учеников и сказал, «Дайте им есть», все они заволновались. Этими словами Иисус их кое-чему учил. Он предлагал им по-новому взглянуть на веру. И я хотел бы, чтобы вы поняли одну важную вещь. Вы хотите начать верить в то, что Бог по-прежнему преподает нам такие уроки? Думаю, что да, хотите. И считаю, что у Бога для нас с вами есть предназначение, подобное тому, что было у Петра, Иакова и Иоанна. И мы тоже должны выучить поставленный перед нами урок, как и они должны были выучить поставленный урок перед ними. Иногда Бог намеренно помещает нас в ситуации, в которых мы чувствуем себя немного уязвимо, немного странно и немного неподготовленными. Он не хочет открывать нам все, что Он знает, и все, на что Он способен. Он хочет дать нам небольшое задание. На месте апостолов я бы тоже сказал, «Что я должен сделать? И для кого?» «Ты знаешь, во сколько это обойдется?» «Спасибо, нет уж. Того, что у меня есть, просто не хватит. Нам с вами нужно многому поучиться. Научиться верить в Бога не так-то просто. Если уж говорить совсем искренне, то нас это часто и вовсе не волнует. Мы считаем, что христианство должно указать нам наш путь. Но как же мне быть уверенным в том, что я избрал для себя верный путь, если я либо не знаю, куда идти, либо не хочу туда идти? Как же мне понять, что я избрал для себя верный путь, если меня не интересует, куда я в итоге приду? Но я верю, что Богу мы интересны. Он не просто помогает нам избрать верный путь, но и использует наши жизни для осуществления своих целей. У него все просчитано. Но чтобы это понять, мы должны многому научиться. Мы говорим, что? Учиться? Я уже достаточно поучился в школе. Не хочу туда снова. Так не пойдет. Я прочту вам один отрывок из Священного Писания. Это числа. Давайте напомню вам, о чем там идет речь. О поколении Исхода. Там рассказывается о людях, которые родились рабами в Египте. Их предки были рабами уже несколько сотен лет. Они считали, что их предки всегда были рабами. Но потом на свет появился Моисей, и Бог освободил этих людей и наслал на Египет казни, а потом Красное море разделилось на две части. Бог кормил их в пустыне. Их были сотни тысяч, но Он кормил их каждый день. Он шел с ними в облачном и огненном столпах, чтобы защищать их и вести их. Это поколение людей ощущало сверхъестественную природу и вмешательство Бога, как ни одно другое поколение. Само их существование зависело от Бога. И вот эти люди, живущие именно так, подошли к берегу Иордана и увидели там землю, которую обещал Бог. И что же они ответили ему? «Для нас это слишком трудно». Они сами почти ничего не делали, но сказали, «Для нас это слишком трудно. Мы на это не пойдем». И Бог ответил, «Ну и ладно». Сказал Господь Моисею, «Доколе будет раздражать Меня народ этот? Доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал я среди него?» Послушайте, когда вы говорите, что не уверены, что хотите принять участие в этом обучении веры, то я могу найти для вас подходящие строки из Библии. Когда вы говорите, «Я и не собираюсь верить, не хочу верить, меня это не волнует», то Бог говорит, что это его раздражает. Неверие — это не что-то обыденное. Вы не должны сеять семя неверия. Все как раз наоборот. Своим неверием вы раздражаете Бога. Если вы посеяли в себе хотя бы маленькое семечко сомнения, если вы живете на острове неверия, то я хочу забрать вас с Него. Вера не означает, что у вас сразу появятся ответы на все вопросы. Вера не означает, что у вас не будет проблем. Бог посылает вам проблемы, чтобы вы смогли по-новому в Него поверить. Не надо продолжать жить в неверии. Это не означает, что у вас сразу появятся ответы на все вопросы. и ученики тоже не могли справиться с задачей, которую возложил на них Иисус. Иисус только сказал им, что надо было сделать. То же самое Он сказал и нам. Не надо выбирать себе другой путь, думая, что ваша жизнь принадлежит только вам. Великая радость всего человечества вкладывать наши дни, силу и энергию в службу всемогущему Богу. Я знаю, что вы знали, что я вам это скажу. Но это истинная правда. Не надо так энергично сбивать ваших соседей с истинного пути. Давайте прочтем еще один отрывок. Это Евангелие от Матфея, 15 глава. И вот женщина Хананеенко, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Это всего одно предложение, один стих, но в нем мы можем прочитать, в каких обстоятельствах происходили события, о которых мы сейчас говорим. Тут сказано, что женщина была Хананеенко. Она была не еврейкой. Она была не из семени Авраама. Она не заключала завета с Богом. Она не молилась в храме, не училась в синагоге, не соблюдала праздников. Она не знала правил, ее не волновали правила. Они не являлись частью ее жизни. Поколение исхода, о котором мы только что говорили, никак с ней не было связано. Она была иноземкой, на языке Нового Завета, таких, как она, называли язычниками. Она не одна из нас, могли бы сказать некоторые. И вот она, Хананеенко, узнает Иисуса, называет Его Господом и сыном Давидовым. Это означает, что для нее Он представляет большую власть, и она посвящает себя Ему. Такого не могли сделать многие религиозные лидеры Его собственного народа. Она показывает Ему, что она покоряется Ему. Мы знаем, что это женщина в отчаянии. Ее дочь ужасно мучается, и она отчаянно пытается ей помочь. И вот она приходит к Иисусу. И как вы думаете, что делает Иисус? Даже если вы никогда не слышали этой истории, то, что может сделать Иисус, ведь Иисус — это всегда любовь. Прочтем следующий стих. «Но Он не отвечал ей ни слова. Он даже не заговорил с ней. Он не отказал ей, не оттолкнул ее, но Он и не хотел с ней говорить. Ученики Его, приступив, просили Его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Знаете, ученики Иисуса защищают Его. Она подходит к Иисусу, но Он ей ничего не отвечает. Он не хочет на нее смотреть. И тогда она идет к Его ученикам и говорит, «Не могли бы вы мне помочь? Моя дочь ужасно больна. Мне нужна помощь. Я знаю Его. Он чудотворец. Помогите мне. Он может мне помочь. Попросите Его помочь мне». И тогда ученики обращаются ко Христу. «Ты должен что-то с этим сделать». Эта женщина спятила, и мы тоже сейчас спятим из-за нее. Не мог бы ты ее успокоить? Пожалуйста, просто скажи ей, чтобы она отсюда ушла. Иисус ответил, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Кому Он отвечает? Не женщине. Он отвечает ученикам. «Я пришел помогать не ей. Я послан к погибшим овцам дома Израилева». Что? «Я пришел не для того, чтобы помогать людям. Я послан к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Это все меняет. Когда я читаю Евангелие, то люблю представлять, что бы я делал на месте их героев. Когда я читал о ней, помните историю о том, как Иисус ходил ночью по водам Галилейского моря, а ученики были в лодке? Иисус шел по водам озера, а Петр сказал ему, «Господи, возьми меня с собой. Я тоже хочу походить по воде». Когда я читал об этом, то представил, что я сижу в этой лодке и говорю про себя. «Ну да, конечно. Молчал бы ты лучше, Петр». А потом бы наступила ночь, и поднялся бы сильный ветер, и я подумал бы, «Ну что, Петр, не хочешь поплавать?» Что касается событий, описанных в этой главе, я тоже представлял себя в этих событиях. Это довольно обычная ситуация. Женщина, кланясь, приближается к Иисусу, но она не одна из нас. Мы, ученики, полагаем, что он вряд ли что-то сделает. И тут эта женщина встает перед Иисусом на колени. Эмоции полностью меняются. Теперь мы ощущаем давление. Она говорит, «Господи, помоги мне». Он не может больше не замечать ее. Она только что обратилась к нему. «Господи, помоги мне». Я так и вижу выражение лиц учеников. Они в замешательстве. Они немного смущены. Они не знают, что делать. Но послушайте, что говорит ей Иисус. «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Он что и правда так думает? Я бы мог сказать, что в первом веке на языке оригинала, то есть для греков и римлян, назвать красивую женщину собакой считалось комплиментом? Но это не так. Он сказал то, что сказал. «Я не бросаю хлеб псам». Это сказал Иисус. Он сказал «это отчаявшейся женщине, стоявшей перед ним на коленях». Так давайте посмотрим, что было дальше. Она сказала «так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола, господ их. Ничего себе!» И тогда Иисус ответил женщине, что у нее великая вера и ее желание исполнится. Когда я впервые прочитал эти строки, эта женщина просто изумила меня. Ведь ей наверняка было очень обидно от такого обращения. Она могла просто сказать Иисусу, «Ты что, о себе возомнил? У меня тут проблема, а ты можешь мне помочь?» Хватит выпендриваться. Я придумал целую кучу подобных ответов для нее, но она ответила совсем не так. Она в отчаянии. Она в таком отчаянии, что ее не волнует ни ее гордость, ни ее статус, ни ее права. Если вы больше думаете о своих правах, чем о своей нужде, это значит, что вы еще не в полном отчаянии. Я не люблю быть в отчаянии. Я ни за что на свете не соглашусь снова переживать это чувство, но из личного опыта и потому, что говорится в Священном Писании, могу вам сказать, что иногда сам Бог посылает нам отчаяние, чтобы преподать нам какой-то урок. Потому что именно будучи в отчаянии, можно понять такое, чего не поймешь в других ситуациях. Например, тогда, когда все тяготы уже в прошлом. Некоторые из вас обижались на Бога, и в таких случаях вы начинаете отдаляться от Него. Говорите, «Я пытался быть христианином, но я видел столько лицемеров. Некоторые из них не отвечали мне, они плохо ко мне относились. Я не отрицаю, что ответ, который вы получили, был плохим, неподобающим, неполным или несправедливым». Но я хочу попросить вас не упускать те возможности, которые дарит вам Бог из этого неприятного опыта. Та женщина ответила Иисусу, «Даже псы едят крохи». И Иисус сказал ей просто удивительные слова. Он, наконец, заговорил с ней. Он, наконец, посмотрел на нее и сказал, «О, женщина, велика вера Твоя!» Я знаю всего два случая, когда Иисус сказал кому-то, что у него великая вера. И в обоих случаях это были не евреи. Как-то к Иисусу пришел римский центурион. У него был смертельно болен слуга. Он был при смерти. И центурион сказал Иисусу, «Господи, я знаю, что Ты можешь помочь. Не мог бы Ты пойти помолиться за моего слугу?» И тогда Иисус просто взял и ответил ему, «Да, я приду в Твой дом и помогу». На что центурион ответил, «Ты можешь не утруждать себя. У меня есть власть, а именно власть над воинами. Я могу отправить одного из них сюда, и он придет, другого туда, и он отправится туда. Я знаю, что такое власть, но в Тебе я тоже вижу власть, которой я не имею. Если ты скажешь всего одно слово, эта болезнь уйдет». В Библии сказано, что Иисуса очень удивили слова этого центуриона. «Удивили». Он сказал, «Я не видел такую веру во всем Израиле». Хотели бы вы иметь веру, которая бы удивила Иисуса? Перестаньте сомневаться. Иисус повернулся к той женщине и сказал, «Женщины, велика вера Твоя, Твоя дочь исцелится». Я знаю, что этот отрывок идет вразрез с обычными представлениями об Иисусе. Мы думаем, что Иисус всегда вел себя политкорректно, но это не так. Царство Божие — это не демократия. Оно основано не на своде каких-то принципов. Бог ценит свой народ. У Него есть для них цель. Он помогает им. Он заботится о них. Вы наверняка хотите принадлежать к Божьему народу. Это очень важно. Это самый лучший способ коротать свои дни под солнцем. Просто начните жить в соответствии с Божьими принципами. Мы не создаем царство, мы сотрудничаем с царем. Мы часто считаем, что Иисус говорит нежным голосом, что Он очень мягкий человек. Если вы так думаете, то вам лучше поменять ваше мнение о нем. Да, Он не защищал себя, но за Ним же следовали люди. Именно таким и был Иисус. А может быть, вы думаете, что вы Ему не нравитесь? Я так не думаю. Сейчас прочту вам еще один отрывок из Библии. Это 23 глава Евангелия от Матфея. Тут говорится уже совсем о другом. Речь не о Ханониенке, а о религиозных лидерах Иерусалима. В тексте их называют книжниками и фарисеями. Это люди с самым лучшим образованием, самые образованные, состоятельные и мудрые люди своего поколения. Они управляют храмом. Это величайший архитектурный памятник Иерусалима. Это центр для всего израильского народа. Это главное место молитвы и национальный банк. Он прекрасен и величествен. Часть его сохранилась даже сегодня. И эти люди управляют им. И Иисус спорит с ними. Он много раз говорит им, «Горе вам». «Горе». Что хочет сказать Иисус, когда Он говорит «Горе вам»? Он хочет сказать «Остановитесь». Если Иисус говорит вам «Горе тебе», то Он хочет вас от чего-то предостеречь. Послушайте, что Он говорит этим людям. Я еще раз повторяю, что это были наиболее почитаемые религиозные фигуры того времени. Наверняка вы считаете, что эти люди должны начать восхвалять Мессию. Кажется, что поддержка именно этих людей и нужна Иисусу, чтобы совершить небольшой переворот в Иерусалиме. Ему следовало бы сотрудничать с ними. Они важны и имеют вес в обществе. Иисус говорит им «Горе вам», книжники и фарисеи, лицемеры. Наверняка после этих слов ученики Иисуса закрыли свои лица ладонями. «О, Иисус, что ты делаешь?» Но это еще не все. Вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делаете Его сыном Гиены, вдвое худшим вас. Что Он говорит? Перед Ним люди, которые могут открыть для Него дорогу в город, в храм, к народу. И что Он делает? Вы слышали, кем Он их называет? Лицемерами? Сыновьями Гиены Огненной? Да что с ним вообще такое? Но Он и на этом не останавливается. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Люди, к которым Он обращается, любят золото. Они восхваляют Его. И Иисус не скупится на слова, обращаясь к ним. Он говорит, что они слепые, безумные. Он говорит, «Вас ждет ад, лицемеры». Вряд ли такими словами можно прийти к какому-нибудь соглашению. Он говорит с ними очень жестко. Если вы читали эту главу, то вы знаете, что Иисус тогда еще много чего сказал. Он говорил очень оскорбительные слова. И как же нам Его понять? Что Он делает? Мне казалось, что Он всегда помогал людям получше узнать Бога, а не отдалиться от Него. «Если бы у вас был выбор, вы бы наверняка предпочли помогать людям приблизиться к Богу, а не становиться для них препятствием на пути к Нему, потому что их основная задача — приблизиться к Богу». Иисус мог бы сделать так, чтобы перед Ним открылись все двери. Но Он сказал тем людям, что они лицемеры, а потом еще и добавил, что они слепые и безумные. Вот тогда. Ничего себе. Мы должны помогать другим людям приближаться к Богу, а не препятствовать им. Я не говорю, что мы должны свести весь текст Священного Писания к трем заповедям и значительно ужать его. Это не значит, что мы должны представлять себе Бога веселым старичком. похожим на Святого Николая и сидящим на небесах. Это значит, что мы должны говорить людям правду, а прежде всего мы должны говорить правду себе. Я так благодарен Иисусу за Его слова. Благодаря им мы можем жить спокойно и знаем, куда нам идти. Эти слова очень помогают нам. Бог послал к нам Иисуса, чтобы Тот помог нам. Вы не должны Его бояться, Он не откажется от вас. У меня есть для вас одно пожелание для этого года. Если вы приняли возложенную на вас Богом задачу воодушевлять людей, познавать Иисуса, то подумайте в первую очередь о тех, кто окружает вас, о ваших друзьях, соседях, коллегах, о людях, с которыми вы проводите много времени. Попытайтесь сделать так, чтобы Иисус стал для них настоящим другом. Мы с вами Его посланники. Не надо проповедовать. Не надо смотреть на других свысока, ругая и критикуя их. Как лучше всего донести до этих людей благую весть? Пусть этот год станет для вас возможностью сделать это. Я верю, если мы примем наше Божие предназначение, мы получим от Бога великие помощь и благословения. Сейчас я хочу помолиться за вас, чтобы ваши глаза открылись и увидели то, чем Бог окружил вас, чтобы вы знали, что Он помогает вам и заботится о вас. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за этот год, благодарю Тебя за каждого человека и за то влияние, которое Ты даришь нам. Мы все важны для Тебя. Ты печешься о каждом из нас. Ты знаешь каждого из нас по имени и заботишься о нас. Я прошу Тебя, Господи, даровать нам Твое предназначение, каким бы трудным, странным и незавершенным оно нам не казалось. Чтобы мы знали, что Ты заботишься о нас так сильно, что предоставляешь нам возможность быть Твоими защитниками. Да благословит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok